Слава Богу! Несколько добрых слов скажите. Аллилуйя. Присаживайтесь. Слава Богу за эту возможность среди недели собраться, чтобы изучать Слово. И тема, которую мы видим, это школа семьи. И в рамках этой школы я хочу поделиться с вами темой, которая называется «Общение в семье». Общение в семье. Ну, я начну с одной истории, которая записана в Евангелии от Матфея, 19 глава. Если вы помните эту историю, там такие слова записаны, интересные. Пришли фарисеи и книжники к Иисусу Христу, и они допрашивали его по поводу разводов. Кому с кем можно разводиться, кому нельзя разводиться. И интересно, Иисус им сказал в 9 стихе такие слова. «Но говорю вам, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Ну, вы скажете, вроде общение в семье тема, а я тут вам про прелюбодеяние. Ну, в следующий как раз раз мы будем с вами говорить о разводах, так что это введение. Ну, вот посмотрите, они задают его искушая, да, вот, есть ли что-то, что мы могли бы использовать для того, чтобы развестись. И важным стих будет десятый. Посмотрите. И говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вообще вот, наверное, здесь им пришло самое главное озарение жизни. Не знаю, как все ли они были женаты, ну, по крайней мере, апостол Петр точно был женат. Мы знаем, у него была теща. И тут ему пришло озарение, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вообще, оказывается, брак – это что-то серьезное. У молодых людей складывается иногда впечатление, что брак – это очередное приключение их жизни. У них много есть разных. И вот еще мы сейчас тут поженимся, испытать какие-то эмоции, чувства, страсти и так далее. Но брак на самом деле – это обязанность, это ответственность. И, конечно, очень важно, чтобы мы могли, вступая в брак, живя в браке, понимать эту ответственность, разделять эту ответственность. И учиться формировать свою семью так, чтобы она была действительно угодной Богу, чтобы мы могли вместе преодолевать какие-то трудности, испытания жизни и созидать свою семью по тому образу, который Господь изначально положил. Потому что я знаю и верю, что семья – это благословение на самом деле. Это ответственность, это обязанность, это трудно, но это благословение. Потому что сам Бог сказал – нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему. И вот одна из функций брака, о которой мы сегодня с вами поговорим, или одна из его частей – это, конечно, общение. Общение в браке. Слова, которые мы говорим, отношения, которые мы выстраиваем. И говоря об общении в семье, можно затронуть разные грани этого общения. Общение – это ведь многогранная тема, потому что общение – это и слова, это и поведение, это и отношения, которые мы выстраиваем. Все это можно сформировать вот в этом слове «общение». Греческое слово «кайнония», которое у нас переводится «общение», оно означает «соединение». Общение, которое происходит в соединении, в таком единстве. Поэтому можно было бы отметить разные грани того, что есть такое общение, но я хочу сегодня отметить одну грань этого – это слова, разговор. Потому что считаю, что общение, оно прежде всего начинается с того, как мы разговариваем, что мы говорим. Вообще, если вы исследуете Писание, особенно книгу притчей, в книге притчей очень много есть стихов, отрывков, которые говорят о словах, о их важности, о их действии. Они могут быть благословением или могут стать для нас проклятием. Один, прочитаю отрывок, это притч, 18 глава, 21-22 стих. От плода уст человек наполняется чрево его, и произведением уст своих он насыщается. Знаете, да, этот стих? У него есть продолжение. Смерть и жизнь во власти языка. Любящие его вкусят от плодов его. Вообще, умение разговаривать, общаться, как мы это называем, это одна из способностей, которая дана нам, и которая отличает нас от всего остального мира. Животные, они, там можно сказать, они как будто бы разговаривают, да, какими-то своими звуками, знаками и так далее. Но вот именно разговор словами, осознанными речами, влияющими на нас, это способность, которая дана нам, как высшему венцу творения, как людям, которые созданы по образу и подобию Божьему. И это, наверное, главное, с чего мы должны сегодня начать. Я хочу с вами обратиться к книге Бытие с самому началу человеческой истории, тому месту, где начинается творение, где начинается брак, где начинается человеческая история. И в Бытие с первой по третью главы мы можем найти несколько очень важных для себя моментов, чтобы выяснить, какой должна быть наша речь или какой она была, наша речь, с чего она вообще начинается, наша речь, наше общение. Почему мы сегодня докатились до общения, которое очень часто сползает до каких-то претензий, руганий, повышенный тон, неприязнь, ложь, обман и так далее. И какой же выход из всего этого мы можем для себя найти, чтобы наше, по крайней мере, речевое общение, оно могло получить свое исцеление. И первое, с чего мы начнем, как я уже сказал, речь это то, что выделяло человека из всего творения. Это одна из тех частей, которая делает человека по образу и подобию Божьему. И первое, с чего мы начнем с вами, мы увидим, что первый, кто говорит вообще в Библии, это говорит Бог. Так ведь? И сказал Бог, да будет свет. И мы знаем всю эту историю. Но когда Бог сотворял человека, мы читаем с вами в Бытие, первой главе, в 28 стихе. И благословил их Бог, и сказал им Бог. Обратите внимание, что самые первые слова, которые долетели до уж человеческих, это были не слова другого человека. Это были слова Бога, которые Он говорил человеку. И это на самом деле потрясающе. Потому что Бог, Он является Созидателем общения. Бог говорит с нами на языке. И Бог вообще дал человеку тот язык, на котором он будет общаться. Творцом языка, человеческого языка, является не человек. Творцом языка является Бог. Он первый начал говорить к нам. И то, как Он говорил, имело некий смысл, некое значение. Вообще, когда говорит Бог, Он говорит с определенными значениями. Он не говорит просто так. Представьте на мгновение, что мы верили бы в Бога, который молчит. Что бы мы могли узнать о таком Боге? Ничего. Вот почему идолы и названы безмолвствующими. И люди, которые поклоняются этим безмолвствующим идолам, они называются безумными. Потому что нельзя понять того, кому ты поклоняешься, если он не будет с тобой разговаривать. Если он тебе не откроет свою сущность, свое естество. И поэтому, когда мы видим на страницах книги «Бытие», вот то, с чего начинается история человеческая, да, с этой речи, которую Бог обращает к человеку, мы видим, что он, это общение, разговор, он ставит на высшую, как высшую ценность, которая, как подарок дана человеку. Мы разговаривали. И кое-что мы можем увидеть для себя, как пример, какая же должна была быть речь наша, да, вот наше общение, на чем оно должно было строиться. Для примера мы можем увидеть, как это общение нам дарует Господь Бог. Посмотрите, первый момент, который мы можем увидеть из «Бытие» первой, второй главы. И когда Бог открывает себя, Он открывает себя в словах. Свои намерения Бог не дает человеку какими-то знаками, таинственными знаками, которые человеку нужно было бы еще раз шифровать, чтобы понять. Но Бог открывает себя и свой замысел, и свои намерения в словах, которые понятны. И это, я думаю, является очень важным, потому что через это мы и понимаем то, что Бог будет говорить к нам. Если бы эти слова были невнятны, если бы это было что-то таинственное, то у каждого из нас были бы проблемы сегодня, по крайней мере, в общении с Богом. Вторая очень важная истина, которую мы можем увидеть здесь, в «Бытие», Бог говорит убедительно, продуманно, последовательно, ясно и понятно. Почему я делаю на этом акценты, вот на том, что как говорит Господь? Потому что это очень важно для дальнейшего нашего понимания вообще речевого общения, общения как такового. Когда Бог говорит, Его слова, они убедительны, продуманные, последовательны, ясны и понятны. Каждый аспект своей работы Господь объясняет. У одного из пророков есть слова, что Бог, Он не делает ничего, если прежде не откроет своим слугам, пророкам. Когда мы читаем Писание, мы видим, что Бог, Он желает открывать свою волю людям для того, чтобы она была им понятна, ясна, чтобы то, что мы, то, как мы должны жить, как должны поступать, это не было каким-то метанием из угла в угол в темноте, но чтобы это было ясное и понятное действие, которое Бог нам объяснил и рассказал. Иногда у нас возникают проблемы в общении с Богом, потому что мы думаем, что Бог, Он всегда будет говорить к нам на каком-то таинственном, непонятном языке, и нам нужно приложить столько стараний, чтобы его понять вообще, Бога. Из-за этого у людей бывают проблемы в общении с Богом. И поэтому мы сегодня обращаемся к самым этим начальным азам, пытаясь понять, а какова же должна быть наша речь? Мне иногда страшно с некоторыми людьми общаться, потому что, когда ты с ними разговариваешь, ты не понимаешь, о чем они говорят. Они говорят какими-то образами, знаками, загадками, стихами или еще как-нибудь, пытаясь выразить, что они какие-то умные или круче, чем ты. Бог не пытался показаться крутым. Он говорил человеку так, чтобы человеку было понятно. Я думаю, причина, по которой мы сегодня обладаем священным писанием Библии, которое написано на человеческом языке, это как раз причина в том, чтобы мы понимали Бога. Хоть как-то, хоть узко, хоть вот в этом способе, но мы могли его понять. Он мог нам открыться. Еще одна очень важная истина, которую мы должны уяснить. Бог, которого можно познать, потому Он Бог, потому что Он говорит. Бог, которого мы познаем сегодня, которому мы идем, которого мы верим, это Бог, который говорит. И через этот разговор открывается такой предмет, как познание Бога. Вот почему сегодня нам очень важно слышать Божий голос. Вот почему сегодня мы задаем такой вопрос часто, как мне услышать Бога. Ведь это не просто обыденный вопрос, это вопрос очень важный в отношениях с Богом. Но тот же самый вопрос, он будет и понятен для наших отношений, если мы поймем, чтобы мы понимали друг друга, нам тоже нужно говорить. Чуть позже об этом тоже затронем. Итак, Бог, Он познаваем, потому что Он говорит, открывая себя, свою волю, свой характер, свои пути, которыми мы должны следовать. И еще одна важная истина о том, как Бог говорит. Бог говорит, устанавливая границы и даясь нам свободу. Божьи слова – это и границы, и свобода нашей жизни. Иисус однажды сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Конечно, Божья истина, она не только в словах, она и вообще вот этом схождении, познании Бога и отношениях с Ним, но один из предметов, которые устанавливают в нашей жизни рамки, или наоборот, их эти рамки убирают, это то слово, которое Бог нам оставил. Божье общение или наше общение с Богом, оно всегда будет переноситься, как эталон на отношения с людьми. То, что мы получаем в общении с Богом, то, насколько наше общение с Богом, оно искренно, оно цельно, оно будет научать нас переносить общение на других людях, потому что там, в этом общении, мы получаем истинную свободу. В этом общении с Богом мы получаем для себя направление, путь, Бог может нас обрезать, Он может нас благословлять, Он что-то может давать нам, но именно в этом общении с Богом, слыша и принимая Божьи слова, мы определяемся в этой жизни. Мы определяем путь, или Бог определяет, точнее, путь, по которому мы с вами следуем. Итак, это первая истина, которую мы должны с вами сегодня запомнить. Бог говорит. И общение с Богом – это тот эталон, который был заложен изначально. С самого первой семьи, самых первых человеческих отношений Бог первый сказал человеку. И уже от Бога человек приобрел эту способность общаться с другими людьми, с своей женой. Я думаю, что без помощи Божьей нам очень трудно было бы понимать друг друга, мужьям – жен, женам – мужей. Но именно потому, что мы сегодня можем говорить о нашем познании Бога, о нашем сближении с Богом, о нашем общении с Богом. Мы можем говорить и о второй части сегодняшнего нашего предмета. Люди говорят. Итак, Бог говорит, но Он дал эту способность для того, чтобы мы могли общаться, разговаривать, понимать и познавать друг друга. Фундаментом нашего общения должно было бы стать вот это общение, которое заложено в Боге. И я думаю, что в том первом мире, в котором жили Адам и Ева, как раз вот их основанием общения был Бог. Ну, мы же читаем первую, вторую главы бытия. Это был совсем другой мир, согласитесь. Это не сегодняшний мир. Это не мир, где сегодня идет так называемая война слов. Это был мир совершенный, где общение человека с человеком, мужчины с женщиной, мужа с женой, их как родителей, оно строилось. Ну, еще детей не было. Хорошо, их было двое всего, им можно было проще общаться. Ну, по крайней мере, то их общение, оно строилось на базе того общения, которое они приобрели с Богом. Мир и благословение было с ними. И то, что мы видим там в бытие, когда человек увидел свою жену, и они начали этот разговор, это общение, люди были подобны Богу, и они могли говорить. Вот это отличало человека от всего остального творения. Мы же читаем, человек был создан по образу и подобию Божьему. Христианские богословы, христианские философы очень часто и много писали о том, какие это функции, образы и подобия в нас. Но одна из важнейших функций, образы и подобия, которые в нас есть, это способность говорить, общаться. Я думаю, это как раз и делает нас похожими на Бога. Функция и возможность общаться. Следующее, что мы можем отметить, вот в этом способности человека разговаривать, слова придают направление нашей жизни и влияют на наши отношения с окружающими. Это тоже очень важный момент общения. Понимаем ли мы, что слова, которые мы с вами говорим друг другу, они направляют нашу жизнь и они влияют на наши отношения с окружающими. Мы можем промолчать, отвернуться и уйти. И это никак не повлияет на наши отношения. Мы, может быть, там, конечно, взгляд или еще что-то. Но если ты произнес слово, вот слово сказанное, оно очень многое меняет вокруг нас. Слово сказанное, оно и как бы, я не знаю, каким это образом происходит, это, наверное, то таинство общения, которое дано было нам, что слова, которые мы говорим, они в какой-то степени формируют и направление нашей жизни. Я не сторонник таких глубоких харизматических движений, там, по поводу того, что нужно каждое слово отчеканивать, там, вот, нужно следить за каждым словом, чихнул и говорит, не болею, это так, не пристает ко мне и так далее. Но слова, они влияют, и это истина. И это начиналось там, в Эдеме, в том общении, которое Бог дал мужчине и женщине. Посмотрите, когда он ее увидел, он говорит эти слова, она кость от кости моей, плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа, потому оставит человек отца своего, мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Этими словами Адам сформировал направление жизни своей. Эти слова навсегда стали сутью семейной жизни, не правда ли? Уже по прошествии нескольких тысячелетий, когда Господь учил своих учеников и через них нас, Он несколько раз цитирует в Евангелиях именно эти слова. Мы читали из Евангелия от Матфея, 19 главы этот отрывок. Можем прочитать слова апостола Павла в Ефесианом, 5 главе, где он тоже цитирует эти слова Адама, говоря о семье. Посмотрите, как его слова, они сформировали вообще понимание семьи. Итак, это истина, которую нам нужно запомнить. Слова придают направление нашей жизни, они влияют на наши отношения с окружающими. Люди общаются с друг с другом, и это природа нашего существования. Знаете, что больше всего, наверное, человека тяготит? Это тогда, когда он не может разговаривать, общаться. Можно провести какое-то время в безмолвии, но это настолько тяжело. Мне в детстве был любимый роман «Граф Монте-Кристо». Вот когда он, этот, Эдмон Дантес, оказался в тюрьме, самое гнетущее, что он переживал, это невозможность разговаривать, говорить с кем-то, рассказать свою боль. Он начинал разговаривать с самим собой. Это первая ступень, не знаем, какой болезнь, да? Когда человек начинает разговаривать с сам собой. Почему это происходит? Потому что это есть наша потребность. Потому что это то, что вложено в нас, в Бога. Слова будут влиять на все, что мы делаем и куда мы будем идти. И Бог дал нам эту способность и определил ее как первоочередную, на которую нам нужно обратить внимание в своей жизни. Поэтому первые главы книги «Бытие», они посвящены вот этим отношениям, которые формируются. Формируются между Богом и Адамом, между Адамом и его женой. Этот разговор, который может быть здесь описан в очень скупых словах, он не дает нам подробно взглянуть, на что там происходило. Но я знаю и верю, что там было что-то, что формировало их в этом разговоре. Мы чуть можем приоткрыть эту завесу тайны в третьей главе, когда Бог в прохладе рая спустился к ним, Он искал человека, потому что Он давал человеку эту возможность разговаривать с обеим собой, то есть с Богом. Разговаривать друг с другом. Это была такая потребность, которая и давала им тот источник жизни, держащий их в Божьих руках. Люди используют слова, чтобы с их помощью передать смысл, который они вкладывают в окружающие предметы и явления. Еще одна из вот этих благословений общения, мы читаем, что Адам начинает давать имена животным. Он начинает описывать их. Вот это интересно. Почему их нельзя было назвать номером один, два, три, четыре, пять? Но Адам дает им имена по тому, как он их видит. Он описывает этих животных, влагая в их будущие имена то понимание, которое было у него. Слова – это и описание мира, который мы видим. Поэтому наш языковой запас, он будет богатым, когда мы будем стремиться к тому, чтобы описать, говорить об этом мире. Некоторые люди общаются, помните, как это, 12 стульев, да, Элочка, людоедочка, у нее сколько там, 33 слова было, да? И весь ее огромный словарный запас, это весь ее мир. А там у нее была подруга, у которой было, по-моему, больше, да, слов. Она для нее была вообще идеал совершенства, потому что она могла еще какие-то слова сказать. Мы страдаем из-за того, что мы не развиваемся вот в общении, в словах. И мы видим, что Бог изначально дал человеку эту возможность свое общение развивать. Через что? Через описание, через этот разговор. Мы говорим, потому что хотим знать, а чтобы что-то узнать, мы должны говорить. Разговор имеет большую ценность, поскольку интерпретация событий очень важна для нас. От того, как мы объясняем жизнь, будет зависеть, как мы будем к этой жизни относиться. Это все не просто какие-то формулы. Это на самом деле и описывает эту суть общения, суть разговора. И вывод, который мы здесь можем сделать, несколько таких промежуточных выводов, и мы перейдем к следующему, к третьему, к третьей личности, которая здесь говорит в книге Бытие. Наши слова принадлежат Господу. Он отец нашей речи, и Он сам великий оратор. Мы должны понимать, вот это фундамент. Наши слова – это дар. Общение – это дар, который дан нам Богом. Он сотворил наш язык. Он сотворил нас. Ну, я не имею в виду конкретно русский язык или английский язык. Вообще, эту способность говорить, способность общаться. И наша речь из этого – это настоящее чудо. Она прекрасно имеет огромное значение, потому что ее источник – это Божья слава. Единственная причина, по которой мы можем понимать что-то в этом мире, состоит в том, что Он разговаривает с нами. Бог разговаривает с нами. И третий вывод. Слова принадлежат Богу, но Он позволил нам пользоваться ими, чтобы мы могли познать Его и служить Ему. Когда мы понимаем, что слова, речь – это прежде всего источник нашего общения с Богом, с Богом, тогда мы поймем, насколько это общение с Богом будет влиять на наше общение друг с другом. Прежде всего, наш язык дан нам для построения нашего общения с Богом, для Его словословия, для Его прославления. И вот здесь мы подходим к еще одному моменту, который, наверное, был самым трагическим в этой истории книги «Бытие». Он отразился на всех нас с вами. И поэтому сегодня мы с вами здесь и собрались, и поднялся такой вопрос, да, в школе семьи, вопрос общения, как это общение выстроить, потому что там, в Эдемском саду, говорил не только Бог, говорили не только люди между собой, но там была еще одна личность, которая тоже умела говорить. Это был змей. Сатана. И он тоже говорил, мы сами читаем «Бытие» 3 главу, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог». Посмотрите, все в мире изменилось, когда начал говорить к людям кто? Сатана. То, что мы с вами сегодня имеем, проблемы в общении с друг с другом, их не было в начале. Этих проблем общения, у Адама с Евой не возникало такого вопроса, проблема общения, потому что у них было общение с Богом, и через это общение они могли общаться друг с другом. Но когда заговорил сатана, что-то в мире изменилось, общение, оно приобрело другой окрас. И что же произошло, что же такого внес дьявол в общение, что сегодня нам нужно иногда заново учиться общаться, иногда преодолевать барьеры, которые возникают в нашем общении. И первое, что случилось, дьявол поставил под сомнение авторитет Бога. На самом деле, ну мы сейчас же говорим о христианском сообществе, не будем говорить о сообществе вне наших стен, а вот о нашем с вами сообществе. Мы же понимаем, мы здесь верующие в Бога. Насколько мы понимаем, что для общения с друг с другом нам прежде всего нужен Бог. Что для того, чтобы наше общение было действительно благословенным, нам нужно с вами прежде всего иметь это общение с Богом. А некоторые христиане этого не понимают. Я имею, ну, как пастор, пастор консультации в семье и браке, иногда меня удивляют верующие семьи. Просто удивляют. Потому что когда им говоришь, что рецепт один, там много можно, но один из главнейших рецептов, который может исцелить их отношения, это их обращение к Богу. Молитва, совместная молитва. Они смотрят на тебя, как на какого-то блаженного, как будто ты с другой вообще планеты. Им же надо какой-то психологический тест сейчас пройти. Им надо же, чтобы ты их научил. И некоторым это надо. Я соглашаюсь и с этой стороной. Но прежде всего мы должны понимать, если в наших отношениях, в нашем общении нет вот этого авторитета Бога, наше общение не будет иметь успеха. Это то, что произошло там, в Эдеме. Дьявол не просто ударил по отношениям между Адамом и Евой, но он прежде всего ударил по отношениям между кем и кем? Между ними и Богом. Он ставит под сомнение вообще все, что говорит Бог. Это может быть и неправда. Посмотрите, ведь звучат эти слова. Я думаю, вы не раз уже об этом тоже размышляли. Да подлинно ли, подлинно ли сказал Бог? Авторитет Бога сомнителен. Возможно, Он не всю правду вам открыл. Возможно, вообще Он вам правды не сказал. И соответственно, когда у них закрались эти сомнения в отношении Бога, в послушании Богу, следовании за Богом, произошло то, что они Божьи присвоили себе. И они посчитали, что они могут теперь взять то, что принадлежало Богу, и они могут это использовать как свое. Многие проблемы в нашем общении возникают из-за того, что мы незаконно присвоили себе Божью власть. Власть в общении. Мы говорим то, что хотим. И говорим это так и тогда, когда это нам заблагорассудится. Мы разговариваем друг с другом часто, как будто сами являемся Богом, а не Его творением. Мы призваны подчиняться Богу. Иногда у меня складывается впечатление, я вот общаюсь с верующими, с братьями, с сестрами, читаю какие-то в социальных сетях, какие-то блоги и так далее. И иногда мне скажется впечатление, что сегодня христиане, они более справедливее Бога, более милостливее Бога и более добрее, чем Бог. Они занимают, мы занимаем очень часто место, которое должен был бы занять Бог, приписываем Его власть себе. И в общении мы сегодня, после того, как дьявол разрушил авторитет Бога в людях, в умах, в сердцах людей, мы сегодня занимаем это место Бога, претендуя на этот глаз последней инстанции. И очень часто наше общение терпит крах, потому что мы разговариваем друг с другом как боги. И мы хотим доказать, что я более божественный, чем ты. Я более Бог, чем ты. Я высший Бог. Авторитет Бога под сомнением. Посмотрите, сатана, он совершенно иначе толкует факты и смысл, которые Бог изначально объяснил Адаму и Еве. И мы продолжаем сегодня жить в этом беспорядочном и запутанном мире, наполненном вот этим множеством различных толкований. Ведь наше восприятие окружающего мира основывается не на самих фактах, очень часто, не на фактах, а на их толковании. Мы имеем проблему в общении, потому что мы разговариваем друг с другом не используя фактически, как говорят, материал, а мы его уже интерпретировали в себе, мы уже решили для себя, как это будет, что у нас... Мы-то уже думали, на самом деле это было вот так. Ты мне сейчас что хочешь говори, а я-то знаю ведь на самом деле, что я же ведь тоже... Я ведь Бог для себя. У меня есть понимание, и я знаю, что это было, и как это было. Посмотрите, часто в нашем общении мы кого-то обвиняем или пытаемся кого-то исправить, не разбираясь вообще, почему человек дошел до такого состояния, или почему это произошло в его жизни. Нам не важны факты. Мы интерпретируем ситуации и события так, как это выгодно нам часто, так, как это мы для себя решили. И вот эта проблема общения, которая пришла в тот момент, когда сатана заговорил. Если бы мы просто на мгновение, вот в нашем общении, когда у нас возникают споры, непонимания, когда мы пытаемся друг другу чего-то доказывать, если бы мы на мгновение остановились и просто задали где-то внутри себя вопрос, а что вообще надо Богу сейчас в этот момент? Мы же не можем остановиться. Вот я честно признаюсь, я очень заводной в этом плане. Сегодня жены нету, поэтому можно поговорить. Она бы, ну, она бы много могла, наши жены много могут о нас, мужьях, порассказывать. Я завожусь часто с полоборота. Наверное, Алексей тоже меня знает, как пастора, как друга. И я могу, и очень, знаете, иногда я потом думаю, зачем вообще, почему я не остановился? Зачем чего-то, я пытаюсь что-то доказать, где это правда, где, как это, какие должно было быть? А если бы мы в наших разговорах вот на мгновение остановились и просто где-то в своем сердце обратились к Богу и спросили, Боже, а что ты вообще хочешь вот в этой ситуации? Куда ты хочешь меня направить? Я думаю, в наше общение пошло бы другим руслом. Мы бы потом не сидели и не думали, зачем я это говорил? Зачем я вообще туда полез? Зачем вообще это все было нужно? Но мы, мы боги. Мы боги. Еще одна вещь, которая произошла тогда. Сатана не просто поставил под сомнение авторитет Бога. Сатана впервые произнес ложь. Нам сейчас трудно это представить, но вы подумайте, до вот этого момента люди вообще не понимали, что такое ложь и неправда. Ее не было. Их общение, оно было искренним. нечего было скрывать, ничего не нужно было прятать, все было как на ладони, знаете, вот все оно было открыто. Но когда пришел дьявол, и он начал говорить, в этот момент в общение пришла ложь. А что приносит ложь в общении? Она приносит скрытность, изворачивание, она приносит неискренность, она приносит очень многое, что на самом деле искажает сегодня общение наше друг с другом. И я думаю, что сегодня немногие бы из нас, мы бы проголосовали и руками, и ногами, чтобы сегодня все стало прозрачно в наших. у нас же так много бывает, чего мы хотели бы скрыть, чтобы кто-то что-то не знал. Но именно вот эта ложь, она и разрушает отношения, разрушает искренность. И то, что там, в Эдеме, произошло, змей лгал, лгал умышленно, чтобы достичь своей цели. И когда они начинают встречаться с друг с другом Адам и Ева, то благочестивое, угодное Богу общение, которое основывалось на истине, чистоте, вдруг в этот момент было наполнено ложью, неправдой, обманом, и оно извратило то, что было у них изначально. Они даже с Богом нормально не могли больше разговаривать. Помните, там есть такой факт, как они, оказалось, что они ноги или наги, и они пытались скрыть эту ноготу и спрятались от Бога, как будто Бог их никогда не видел до этого, как будто Он никогда не знал их, не Он был их творцом. И они спрятались, потому что в этот момент они переживали вот это прикосновение к нечистоте, к лжи. Появилась тайна, которую нужно было спрятать. Я думаю, что здесь, наверное, каждый из нас, мы хотя бы раз сталкивались или со своей стороны так было, или со стороны других людей, но мы сталкивались вот с этой вот противной, да, нечистотой, когда тебе приходилось или самому что-то скрывать, или ты понимал, что от тебя сейчас что-то скрывают. Это было так гадко, это как будто тебя замазывало чем-то, когда ты был в этом замешан, или когда ты понимал, что люди тебя втягивают в это. Чистоты общения не будет, когда между нами наступает состояние неправды, лжи, неискренности. И это то, что произошло там, в Эдеме. И еще одна вещь, на которую нам нужно обратить внимание, дьявол не только внес разрушение Божьего авторитета, он не только внес вот эту нечистоту, ложь в разговор, в отношения, но он еще и внес обвинения, которые мы сегодня предъявляем друг другу, но самое страшное, мы начали предъявлять обвинения Богу. Ну, вы знаете, это знаменитое, да, когда Адам, ну, Ева сначала сказал это, змей мне дал, Адам, когда Бог его спросил, он кому сказал? Это вообще Ева дала, которую ты мне дал. Вы посмотрите, как в итоге вот это все обвинение, оно сконцентрировалось на ком? На Боге. Сегодня, когда мы строим свое общение, очень часто мы строим общение, порожденное вот этим нашим греховным эгоизмом, и это общение строится на обвинении друг друга. А в итоге-то мы об этом не задумываемся, но это так, обвиняя друг друга, мы же на самом деле обвиняем Бога, который дал нам мне жену, тебе мужа. Ведь когда у нас есть претензии к друг другу, даже если эти претензии, как нам кажется, они оправданные, на самом деле эти претензии, они обращены прежде всего к Богу, который соединил нас, который создал нас как семью. не задумывались ли вы, братья, когда мы обвиняем своих жен, мы как бы говорим Богу, Господь, наверное, ты что-то тут не доделал в ней, или жены, когда мы обвиняем своих мужей, а когда мы на детей нападаем, и обвиняем их в чем-то, на самом деле наша претензия, она ведь не только к ним, эта претензия еще и направлена к Богу, который есть начальник и совершитель нашей веры и жизни, когда мы обвиняем церковь, когда мы обвиняем братьев и сестер, обвиняя друг друга, мы на самом деле мы обвиняем того, кто стоит за каждым из нас, и это то, что принес дьявол в общении людей, его цель была в этом, обвиняя друг друга, в итоге они обвинили Бога, этого и добивался дьявол, расстроить, разрушить эти отношения, доверия, которые были у человека с Богом. И вот эта трагедия отношений, она стала проблемой, которая не только коснулась Адама и Еву, но и нас, как их наследников, как апостол Павел пишет в послании Галатам, все мы дети Адама, и от него мы восприняли это состояние той греховности, то получается, что и сегодня по прошествии уже этих тысячелетий мы и вынуждены подходить к этому вопросу, как или каким должно быть наше общение. Из-за того, что дьявол дискредитировал Бога, из-за того, что он внес ложь, из-за того, что он привел нас к этой точке, когда мы начинаем обвинять друг друга, этот эгоизм, который прет из нас, мы пытаемся защищать себя, несмотря на других людей, нам не важно другие, мы сами для себя стали важны, все это привело к тому, что наши отношения оказались разрушенными. Есть такое выражение «война слов». Вот сегодня сражение или война, которую мы с вами ведем, это война наших слов, война общения. И здесь нам нужно исцеление, нам нужно что-то, что могло бы изменить это. ведь согласитесь, что каждый из вас здесь сидящий, я, вы, мы все проходим этот момент, у нас есть проблемы в общении. Они могут связаны быть с разными причинами, но в любом случае эти причины, они связаны с одной главной проблемой человека. Это грех, который вошел в нашу жизнь. вот те святые отношения, которые были до грехопадения, вот то, что Бог говорил, то, что язык был даром, благословением, то, что он был создан для общения с Богом и наслаждением, и через это наслаждение могло устроиться общение, вот все то, что было хорошо весьма, из-за греха было разрушено. И здесь нам нужно практически, что-то практическое, а кто или что может исцелить эти наши отношения. Посмотрите, как Иаков, он описывает сегодняшнее наше состояние, ну, знаете, это тоже, наверное, отрывок Иакова, третья глава, будем читать с третьего стиха. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем управляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает, и язык, огонь, прекрасно неправдый, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Не знаю, возможно, это то, как раз, о чем мы сегодня говорим. Этот грех, который вошел, ведь суть греха была как раз в том разговоре, который Адам и Ева, они имели с дьяволом. Он совратил их, обманув, дискредитировав Бога, вложив в их мысли эти обвинения, ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается, укращено естеством человеческим, а язык укоротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, испаковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Настолько Иаков описывает вот это состояние сегодняшнего нашего общения. Но есть ли выход? Можем ли мы найти сегодня что-то, что действительно может исцелить нашу речь, наше общение, наше отношение? Я думаю, что все это есть только в одной личности, в личности Иисуса Христа. Посмотрите, как интересно Иоанн описывает пришествие Божьего Сына. Помните, Иоанна первая глава. Посмотрите, как Иоанн описывает Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Девятый стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя И вот 14 стих. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Знаете, одна, наверное, из причин, почему Христос назван Словом, и почему это Слово, оно воплотилось, для того, чтобы исцеление пришло в наши отношения, в наше общение. Ведь суть греха, мы отмечаем это во всей Библии, ведь суть греха, она прежде всего кроется в нашем сердце. Проблема в нашем общении с окружающими возникает не из-за того, что мы не умеем разговаривать, а проблема возникает из-за того, что внутри нашего сердца живет грех. Наша брань не против плоти и крови. Мы это четко понимаем и знаем. Мы воинствуем не против людей, но воинствование, которое происходит, оно происходит в нашем сердце. И вот Христос воплощается, это Слово становится воплощенным Словом здесь, на земле, для того, чтобы в Нем мы увидели этот пример той перемены, которая может прийти и в нас, если мы соединимся с этим вочеловеченным Словом. Мне нравятся слова Афанасий Великий, был такой отец церкви, и он противостоял арианской ереси, и говорил о божественности Христа. Вот однажды он сказал такую фразу, «Бог очеловечился, чтобы человек обожился». Она такая православная фраза, но в ней отражен смысл того, где сегодня источник нашего исцеления, источник исцеления не только нашего духа, души, но и нашей речи, нашего общения. Это Христос, который стал человеком, Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. То, где мы можем сегодня с вами найти способ исправиться, вот этот единственный способ нашего исправления, он находится в слове, которое стало плотью, то есть во Христе. во Христе апостол Павел призывает нас, говоря о наших отношениях, в послании филиппийцам, во второй главе он пишет, «Вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе». Чуть выше этого стиха он говорил о взаимоотношениях, он говорил, что о сострадании, о милосердии, о принятии, а дальше он говорит, где кроется эта сердцевина, вот этой способности принимать, прощать, она кроется в том состоянии, насколько мы готовы погрузить себя в Христова, а Христова в себя, насколько мы готовы воспринять те чувства и тот способ жизни, который нам предлагает Бог во Христе Иисусе. Слово стало плотью, потому что это был единственный способ исправить то, что было нарушено в нас. То новое сердце, которое формируется сегодня в нас, это сердце во Христе Иисусе, это сердце оно будет способно влиять и на наши отношения. Мы, как грешники, склонны к эгоизму, мы склонны к защите своего, мы склонны к тому, чтобы оправдывать свое. Все наши конфликты в общении, они возникают из-за того, что мы защищаем свое. Меня обидели, ты не так сказал, а ты не то сказал, и я вообще думал, а я думала, да, вот мы так сегодня часто строится наше общение, когда мы возникают какие-то ситуации, которые касаются лично меня, моего поведения, где-то нужно что-то, с чем-то, что-то обрезать, от чего-то отказаться, я же так защищаю свое. но когда мы соприкасаемся со Христом, вот первое, что делает Христос в нас, или что отражается в нас, вот этого Христова, это способность воспринять те чувствования, которые во Христе Иисусе, а дальше Павел описывает эти чувствования, вторая глава послания филиппийца, «Ибо Он, будучи образом Божиим, не почитая хищением быть равным Богу, уничижил себя самого». Это тяжело. В общении уступить, в общении отказаться от себя, в общении признать правоту другого, но именно это и показывает нам Христос в плане исцеления вообще отношений, возможности принять друг друга, возможности увидеть в друг друге такого же грешника, который нуждается в очистительной благодати Божьего Слова, Божьей любви, которая явилась нам во Христе Иисусе. Сила и могущество Христа вот та единственная надежда на то, что наши слова изменятся и будут соответствовать его стандарту. Единственная возможность исцеления это тогда, когда мы придем за помощью ко Христу. Вот почему меня удивляет, когда верующие, мы не способны в нашем общении, в наших конфликтах, в отношениях, мы не способны прежде всего обратиться к Богу за исцелением. Мы не ищем ответа у Него, мы пытаемся бежать к пасторам, психологам, еще кому-нибудь, но мы не ищем ответа в наших отношениях у того, который умер за наши грехи. Ведь у нас, знаете, я так иногда удивляюсь, мы вот там в мире семьи, да, они разваливаются, разводы по разным причинам, но я почему-то не понимаю, почему у нас, мы, христиане, мы идем тем же путем, когда у нас есть могущественная сила, безмерная сила, сила Христа. Причина в том, что мы не видим в нем исцеления. Мы так сегодня привязаны к разного рода психологическим тестам, программам, исцеляющими наш брак, восстанавливающими наши отношения, что мы потеряли самую простую, но единственное верный способ решения проблемы нашего общения это Христос. Наше отношение с Ним, наше общение с Ним, наше соединение с Ним. Но без этого все остальное оно опять же может быть обречено на провал, потому что получит только временное исцеление. но истинное исцеление оно приходит тогда, когда мы мужья и жены, братья и сестры, коллеги на работе, когда мы верующие обратимся к тому, в кого мы с вами верим. Сила и могущество Христа вот единственная надежда на то, что наши слова будут соответствовать его стандарту и замыслу. В послании Ефесиным 4 главе мы прочитаем еще этот текст. В послании Ефесиным 4 глава 2 и 3 стих Давайте с первого начнем. «Итак, я узник в Господе умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно мудрем и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Из 15 стиха. «Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в простительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешайте, солнце-то не зайдет во гневе вашем. Не давайте место дьяволу. Кто крал впредь, не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы из чего было уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запричатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия, со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот он практически путь восстановления отношений. И это путь болезненный. Это путь, который проходит по самому больному месту нашей жизни, это наше Я. Когда нам приходится смиряться, соглашаться, где-то промолчать, где-то отойти от какого-то спора, дискуссии, но не воспалять этот язык, чтобы снова и снова доказывать, кто на самом деле Бог в наших отношениях. И помните, что у нас с вами есть безмерное величие и могущество. Это Христос, обращаясь к Которому и живя в Котором мы можем приобрести исцеляющие отношения. Когда наша жизнь погружается в Него, я знаю, Он будет говорить через нас. Он будет снова тем, той сутью нашего общения, которая изначально была дана человеку в Эдеме. это благословение общаться, говорить, узнавать, понимать друг друга. Вы же отложите прежний образ жизни и облекитесь во Христа. Давайте сейчас помолимся. Отец Небесный, мы склоняемся перед Тобою. Ты дал нам этот чудесный дар общаться, разговаривать. Ты дал нам эту возможность познавать друг друга через общение, слова. Но мы также должны признать Господь, что этот дар был разрушен, искажен, когда дьявол вмешался, когда ложь и неискренность пришла в наши сердца, когда грех разрушил тот святой образ и подобие, которое было в нас. И сегодня мы, Господь, здесь в это время, в 21 веке, наследники Адама, мы молимся к Тебе, зная, что есть только один выход, который мы получили, став новым творением во Христе Иисусе. Как однажды водами все согрешили, так сегодня во Христе мы все можем быть обличены праведностью, праведностью Твоей славы, Твоей чистоты. И я молюсь, Господь, чтобы наш язык, наша речь, наше общение, они были исцелены Тобою, как Словом, которое стало плотью. чтобы мы прежде всего, Господь, сегодня обращаясь к Тебе как источнику, совершителю, начальнику веры, Господь, мы могли преобразовываться в Тебе, чтобы наше понимание друг друга, наше принятие друг друга, наше восприятие друг друга строилось не на личном толковании, интерпретации, которые мы себе позволили, но чтобы мы искали прежде всего Тебя в наших отношениях, чтобы мы сегодня смотрели на мир и жизнь, учились смотреть на мир и жизнь не глазами нашего греховного Я, но глазами Христа, который стал нашим Господом и Спасителем. Я молюсь, чтобы в наших семьях, в наших отношениях между мужьями, женами, между родителями и детьми, чтобы в наших отношениях между как братьями и сестрами здесь, в церкви, мы, Господь, прежде всего полагались на эту исцеляющую благодать Твоего Слова. Полагались на Тебя, нашего Спасителя, потому что Ты возвращаешь нас оттуда, откуда мы не спали. Ты снова одеваешь нас в этот образ праведности и святости, сотворяя нас новым творением и давая нам новые возможности в жизни, в вере, в любви, в общении. Я молюсь, Господь, чтобы Ты поистине был центром нашей жизни, чтобы мы как мужья и жены сделали эту остановку в наших долгих спорах, в выяснении отношений, в претензиях, чтобы мы сделали остановку и обратились к Тебе, который сотворил нас и соединил вместе. И чтобы через Тебя мы увидели друг друга глазами той любви, которой Ты возлюбил нас, как Бог во Христе простил нас. и молюсь об исцелении отношений, которые сегодня находятся в плачевном состоянии, Господь. И молюсь о том, чтобы в Тебе мы нашли тот исцеляющий источник наших слов, чтобы Ты, Господь, своей благодатью смыл, Господи, всю ту ложь, неискренность, обман, злобу, коварство, гнев, распри, чтобы в Тебе мы каждый сегодня обрели для себя это исцеление отношений, источник восстановления, зная, что в Тебе нам дано безмерно величие, могущество. Благослови каждого здесь, Господь, и нас, как Твой народ, мы молимся Тебе, наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова